А еще, ребят, посмотрите, какие необычные десерты из картошки, из фасоли, из сои. И вот их делают таким фиолетовым пигментом и готовят из них вот такой вот десертик. Очень необычный, и мы очень часто такие кушали из картошки на Пхукете. Вот в Бангкоке выбор их еще больше. Здесь вот разные десертиенты для них. И вот такая вот здесь вот расписная, чисто азиатская одежда. Все очень яркое. Смотрите, вот такие вот костюмы, платья. И самое интересное, что очень пользуются спросом. Тут прям люди ходят. А? Кошемер. Главное, здесь есть люди или просто они здесь активно что-то... Посмотри, тапочки султана, да? Кошмирные, да? Такие прям восточные, я бы сказала, не азиатские, какие-то восточные. Ты не находишь? Не, они восточные. Здесь не такие больше. Красиво, да? Так вот построить себе дом или виллу и ходить такой дома царицей у них. Смотри, какой выбор. Ну, у некоторых и на улицу можно выйти. Вот, какие детали. Такие статуэточки. Все такое из золота. За 2,500? 2,500? Видимо, он из натурального серебра. Не знаю, из настоящего. Что еще сказать. Ну, вот здесь распродажные всякие штанишки, вещички. Вот даже ковры есть. Я уж не знаю, насколько он продается. Очень кондиционер хорошо здесь работает. Стоит прям холодно. Тоже ковры со слонами. Да? Даже шапки, смотрите, меховые. Как из сказок. Такие вот тоже красивые. Шелка. Какая-то статуэтка старинная. Здесь тоже огромное количество расписной одежды. Такое, видите, все. Дорого-богато. Вот даже на входе, видите, они стоят и отдельно всех встречают. То есть ты можешь одеться, ну, вот прям как королевская свита в таком стиле. Поснимаю вам еще интересных локаций из торгового центра, потому что, конечно, очень красиво все сделано. Посмотрите только. Причем каждая, каждая деталь. Тут прям воссоздана атмосфера. джунгли, джунгли, тропиков. Смотрите на все эти моменты. Тут же вот разные бренды. Красивое такое вот кафе посередине, где уже не будем толпиться. посмотрите на эти украшения. Все очень-очень так достойно. И очень сильно работает кондиционер. Прям прохладно. Я понимаю, почему азиаты так сильно закрывают одежду. Потому что тело, точнее, одеждой. Потому что кондиционеры спают по полной. Ну, просто так. Может быть, это то, что окажется вам странным. Но я отдельно подсниму вот этот момент с туалетом. Насколько продуманы все моменты, что вот ты заходишь, он тут открывается. А это просто туалет в торговом центре. Так, на минуточку. Немножко показала саму атмосферу туалета. Потому что, честно говоря, это уже отдельное произведение искусства. Сейчас покажу. Вплоть до туалетной комнаты, где вы можете просто привести себя в порядок. Вот. Ну, вот такие вот красивые навальнички. То, что очень красиво, что мне хочется даже, наверное, уходить. Но впереди, что это все очень много всего красивого. Но просто вау-эффект. И даже на выходе из туалета вас ожидает вот такой холл с вот такими вот картинами. То есть, продумано все до мелочи, до малейших деталей. Так, что вы думаете, вы можете увидеть все эти здравоохранения? они будут видеть Ватаруна, Кэн Палей даже в дно? да, даже в дно? да, в дно? да, в дно? да, мы будем видеть? да, мы можем это будет открыть дверь хорошо, хорошо давай, выжимаем ребят, вот такую лодку мы выбрали подсниму вам ее днем потому что вечером уже будет другое освещение все другое и покажу какой ужин нас будет ожидать по идее, даже больше наша лодка должна быть вот, потому что она закрыта а это просто открытые сидения набрали мы фрукты домой взяли дурианчик такой вот с кусочками да, его дают попробовать сразу вот здесь вот на рынке да, этот нормальный был по вкусу там вот можно его продегустрировать если вам нравится, то вы берете вот мы взяли здесь 170 грамм ой, 100 грамм 170 бат thank you мой джекфрут как я всегда беру и грейпфрут вот целая упаковка я вам покажу вот она стоит ну, условно говоря резкий бат но довольно большая видите сразу почищены разделаны грейпфруты джекфрут это вообще стабильно я беру тоже хорошая цена несмотря на то что здесь центральное такое место очень классно и чтобы оплатить наличкой нужно вот полностью обойти этот ряд и подходить вот сюда то есть здесь только наличка в общем мы нашли как выглядят настоящие ласточкино гнездо смотрите цены такая дорогостоящая вещь 8000 бат и напиток который мы брали он в себя включает вот эти вот моменты включает в себя вот этим кусочки хлопья которые там витают а мы выбрали китайский мед в подарок вот еще какие-то колбаски да, интересно возьмем его давай дуриановый класс и мы сейчас на самом деле искали у всех продавцов расспрашивали где же касса потому что никто ничего у тебя не спрашивает просто что нашел то твое и надо еще найти конечно где оплатить что-то все в заплатить допустим в в и в и Смотрите, сколько такси здесь, таких вот ретро-вип-такси, очень атмосферное. Да, да, смотри, вообще очень круто. Мы взяли тук-тук, сейчас хотим на нем прокатиться. Никогда не каталась, но это что-то такое атмосферное. Вот, сейчас покажу вам. Что, ребят, вот мы идем на тук-туке. Наша первая такая поездочка, очень бодрая, как и казалось. Сейчас покажу вам, как у нас тут весело. Да, это те необычные такси, смотри. Смотрите, вот такая атмосферка. Можно вот так даже... Вочер, что-то. Да. Можно даже вот так и откинуться на диванчик. Кайф. С ветерком. О, только не жемать, а теперь называется. С музычкой. Ну, вернее, со... С ветром. О, я не держусь. Смотри, по-моему. На очень круто входе на повороты. Там сейчас будет поворачиваться осторожно. Я вообще не держусь. Прям без рук еду. С меня бы тогда лежусь куда-то. Мне нравится. Здесь прикольно, да? Да. Очень атмосферно. Низка, где-то, да? Ну да, тут пол-лежа надо ехать европейцам. Не арабам. Как и так. Смотри, пози, пози. Поехали. Поехали. Списаться. Смотри, пози. Поехали. За раз. Поехали. Смотри. Ребята, посмотрите, теперь вот к вечеру все подсвечивается, и здесь я заметила, что на потолке огромное количество клеток повешено, как для канареек или других пичек. Вот здесь вот тоже очень необычно, такое оформление я вижу впервые, чтобы просто взять клетки от канарей, и вот живая музыка, вообще атмосферно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, веселее? А мы движемся к нашему кораблю, вот, и, конечно, Бангкок этими вечерними своими огнями просто весь переливается, и вообще что-то невероятное, это как частичка Дубая, вот что я могу сказать, частичка Дубая в Бангкоке, ну только со своим азиатским колоритом. В общем, мы уже в отношении, я рада, что мы выбрали отличную локацию прямо в центре города, где, в общем-то, пешком можно дойти до любых достопримечательностей, вот, а сейчас будем плыть на корабле. Да, в общем, мы пришли к нашему времени, как нам до этого сказал сотрудник, и, как оказалось, они говорят, что нет, приходите ровно до 7-45, раньше вы просто туда не попадете. Но пока что покажу вам, как вообще выглядят корабли. Смотрите, какой огромный. Смотрите, вот туда он продолжается. Двух, или даже трех, этот трех палубный, третья открытая, у нас будет двух, да. Не будем вас обманывать. У них вообще какой-то прям Титаник, да? Да, да, только двух палубный. Все, вот они уже обманывают, ну, через час. В общем, ребят, немножко об организации тайцами круизных таких вот поездок. Почему-то в какой-то категории людей можно стоять возле пирса. Вот, но когда подходим туда мы, у нас по нашим вот этим вот розовым, розовым, а вот я на тебе могу показать, розовым меткам нам говорят, что а вы не можете стоять у пирса, ждите вот исключительно за этой линией. Когда спрашиваешь... Да. Я тоже не понимаю, если у нас уже куплены билеты, чего тут бояться? Ну, наверное, может быть, бояться, что мы там будем драться за сиденье и одновременно придем на одну и ту же сеть. Я не знаю, что... Да, еще и пронумеровано вот все. Ну, не вот это, а в билете. А, в билете, ну, конечно. Никто ничего не будет драться. Нет, я к тому, что если мы не на тот поезд сядем, если мы не на этот корабль сядем, то будут, наверное, ну, места совпадать. Вот об этом речь. Будет проблема. Вот, видимо, все, что они боятся. Вот такие нарядные стоят. А? Какой, какой мальчик? А, да, я пойду спрошу. Ну, в общем, немножко неприятно. То есть сейчас надо стоять за какой-то линией, хотя вот все стоят. И они прям четко определяют, кому можно стоять, кому нельзя. Я спрашиваю, в чем проблема? Они говорят, ну, у них другая компания. Я говорю, в какое время стартует их компания? Они сразу отвечают вам, что мы не понимаем, что вы там от нас хотите, что вам надо. Вот, ну, это так немножко по-тайски. В какой-то момент сказать, я не понимаю, нахмурить бровки и начать звать других сотрудников, которые тоже не поймут. Вот. Это мы уже насмотрелись на Пхукете. Но в Бангкоке, могу сказать, что пока что больше нам таких более продвинутых, что ли, да, встречается. То есть все-таки столица дает о себе знать. И то, что здесь много туристов. Здесь как-то вот даже местные жители, они все-таки более клиентоориентированы, более такие современные, я бы так сказала. Вот. Сегодня очень нарядные люди приходят сюда. Они не пить мою фит. Пока на черепе автоматы очень популярные. У меня здесь есть автомат. Нет, не коконат. Давай еще что-нибудь такое. Интересное. Еще что-то такое необычное. А, популярное, айтичное. Я прямо в фильме, я в тренде, понимаешь? Как раз мне сейчас. А вы тут смотрите на меня так косо. Типа, ой, это жили. Я говорю мне. Давай, давай один какой-то. Мне два не надо. Слушай, он вкусный. Или еще один возьмем. Нет? Давай два. Нет, красный я хочу. Давай. Давай. Пока это попробуем. Джили. Грасс, джили постоянно ем. Джили. Джили. А это будет... Ребят, даю вам обратную связь по грасс с джили. На самом деле, один-один как желе. Только это напиток. Вкус один в один. Он специфичный. Он немножко напоминает кофе. Привкус кофе, я бы сказала. А здесь алоэ. Вот с алоэ брусику было приятнее. У нас тут мама на связи. Вот. А у меня, а мне нравится мой. Я уже привыкла к своему желе. Мне нормально. Там будет товара и да, все что угодно. А здесь алоэ. А ты точно не могết. Алисар Том... О, наверное. В кухне не помет. О, наверное. Это не так. Многие. В кухне. Алисар Том... Многие. Алисар Том, конечно. Инжер Дович. В кухне не Lon... О, наверное. В кухне не бом. В кухне, не нут. В кухне, не боюсь. Алисар Том. И все еще. В кухне не плот totalmente. Х behold. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА